У Ларисы Довголюк несколько лет назад сбылась мечта. Она открыла текстильное ателье. Со временем вырос и штат сотрудников, и помещение стало просторнее. На данный момент небольшое производство выпускает детскую и взрослую одежду, а также текстиль для дома. Цветовая гамма выдержанная, оттенки пастельные, преобладает белый, светло-голубой и лавандовый. Цветочные вышивки в стиле Прованс соседствуют с кружевом, и всё из натурального хлопка и льна. Бизнес Ларисы процветает, вопреки западным санкциям. Таких пока проблем у острых не ощутили на себе, но немножко то, что поднялись цены на всё сырьё, это чувствуется. Но так как у нас, может, небольшие ещё объёмы производства, мы ещё как-то справляемся. У нас были закуплены свои ткани, мы перед Новым годом закупились, хорошо поработали, закупились как раз-таки тканями. Мы берём белорусский лён, и у нас пакистанский и узбекистанский текстиль, то есть этот хлопок на постельное бельё. Цены растут, но есть и позитивный аспект. Например, в том, что множество западных марок покинуло российские бутики. Тем самым места освободились для отечественных производителей. Лариса и её коллеги планируют открытие магазинов в торгово-развлекательном центре «Аквамол». Также удалось наладить продажи на онлайн-площадках. Корпорация развития предпринимательства помогла выйти на новый уровень. Мы были больше как бы сами с собой, у нас был индивидуальный клиент, ну немножко так сами, а благодаря корпорации нам сейчас позволило выйти вот на зон, на маркетплейс. В ателье работают и будущие дизайнеры-студенты Ульянского государственного университета. Анна Бычкова успевает и учиться, и создавать эстетичные предметы одежды и интерьера. Тут я очень многому научилась, тут я развиваюсь, и шитьё нужно всегда, всегда все хотят красиво одеваться. Швея и вышивальщица занимаются и сувенирной продукцией. Наши мастерицы работают и на продвижение бренда «Симбирско-Ульяновско». Например, в наших музеях можно приобрести вот такую сумку-шоппер с вышитым музеем Гончарова. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.